Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 июня, и я высаживаю вот то поле томатов, все еще высаживаю, даже у меня там не закончена еще работа. Но я по просьбе многочисленной, многочисленные просьбы поступают, показать томаты у меня в открытом грунте. Я до холодов, вот до наступления холодного такого периода, начала высаживать и успела высадить вот эти два ряда. Потом у нас наступил холод, я их укрывным укрыла и все они вот эти вот холода сидели под укрывным. Сразу скажу, что холодовой стресс перенесли не все одинаково, какие-то стоят зеленые хорошие, сейчас покажу. Какие-то, как стояли в одной паре, за эти полмесяца так и не выросли, а какие-то вообще пожелтели и нижнюю кисть первую потеряли. Вот именно от перепада температур, от длительного холода, вот это и есть холодовой стресс. Во время этого стресса первую кисть они сбрасывают. Они чувствуют томаты, что не смогут вынести этот плод, выносить и все они сбрасывают. Но я вот сейчас пройдусь по ряду, видите, что по заросшей траве видно, что они высажены не вчера, Две недели, дни 15-16 даже они здесь стоят, а может даже чуть побольше, может 3 недели. Там вот где я новые высаживаю, видите, у меня земля совсем без травы, а здесь уже трава, они заросли травой. Вот смотрите, какая разница, вот два рядочка. Как всегда, сибирские сорта, вот это вот у меня, стоят зеленые такие и такие крепенькие. А вот эти вот сорта, которые они предназначены для теплиц или там для теплых регионов, они вот как стояли, я их высадила как былиночками, они так и стоят. Я думала, они вообще не переживут этого холода, но пережили. А сибиряки, они даже пытаются уже завязать вот тут томаты. Я их открыла, когда укрывную, они уже с помидорками. И вот смотрите, какая разница. Вот идет ряд, вот это тут у меня сибирская троика, госпожа удача, видите, они какие. Они компактные, темно-зеленые и вроде бы как даже, как будто бы холода и не было, как будто бы я их высадила вот в таком виде. Но нет, я их высаживала в маленьком виде, они за это время подросли, расцвели. А вот те, которые теплолюбивые заморыши, они так и стоят. Они простояли все это время и даже не расцвели. Для них это, ну, неприемлемо, такой холод. Поэтому нам всегда специалисты говорят, выращивайте районированные сорта. Вот для тех, кто живет в холодных регионах, высаживайте те сорта, для которых перепад температур, для которых длительный холодный период неощутим. Вот стоит сибирская тройка, красавица, разлохматилась вся, пушистенькая такая, все. И рядом вон те стоят, которые, ну, там много тех сортов, которые плохо пережили. Сейчас я пройду дальше и покажу вам, как, ну, вот эти вот, например, они цветут и завязывают кисти. Сейчас дойду до тех, которые потеряли первую кисть свою, сейчас где-то я видела, и покажу вам. Вот у меня частенько спрашивают, у меня в теплице томаты, например, пожелтели, и первая кисть осыпается, все, от чего это? Вы понимаете, такая ситуация может быть от разных причин. Вот у меня, например, от холодового стресса. Вот у них был выдвинут бутон, видите, и уже плодоножка пожелтела. Это значит, что растение приняло решение сбросить вот эту первую кисть. Вот вторая, сейчас вот это, бутон будет цвести, вот тут и вторая, и третья есть. От первой кисти оно избавляется, все, завязи здесь уже не будет, потому что на момент, когда я их высадила, и наступил холод, оно уже было готово. Может быть, даже зацветало, и неприемлемые условия решило оно, что для образования завязи, для цветения, для всего, оно сбрасывает. Не сбросили, ой, сейчас перейдем. Не сбросили свой цвет, мало сортов, именно вот я вам показывала, какие сейчас, вот сибирская тройка, госпожа удача, те, которые понежнее, у них даже у некоторых обмерзли листья нежнее сейчас, потому что было ночью, по-моему, даже им минус, вот такие вот всякие листья ужасные. Видите, соседи, вот эта стоит вот такая, при одной и той же температуре, этот куст стоит вот такой. Так что не все томаты одинаково переносят пониженные температуры, и рано высаживать все-таки нужно те сорта, которые более устойчивые. Но нынче это просто такая погода экстремальная, я обычно в средине мая высаживала, или под пленку, или под укрывное, все было нормально. А нынче был и град, и снег, и минус. Конечно, томатам было очень тяжело. И вот в таких случаях, я всегда говорю, что если томаты там желтые, слабенькие, стоят в одной паре, не подкармливайте, ждите, они сами собой образуются. Но вот этот момент, как раз вот тот случай, вот сейчас, когда не нужно, вот я ждала, я их высадила, неделя, вторая, сейчас пошла третья. Если они даже, вот смотрите, они даже еще не расцвели, им нужно давать толчок. Они стоят в одной паре, и я сейчас выборочно, вот этим, конечно, ничего не нужно, я сейчас выборочно тем томатам, которые чувствуют себя особенно плохо, у которых желтые листья, которые стоят вот ни живы, ни мертвы, те томаты буду, конечно, подкармливать. Подкормка может быть любая, главное, что в ней был азот, можно комплекс, азот, фосфор и калий. Можно просто какой-нибудь карбамид, мочевина. Вот это тот случай, когда после холодового стресса лучше все-таки дать им подкормку, дать немножко толчок. Потому что зеленая масса не наращивается, они как бы примерзли, замерзли, в одной паре затормозились. Буду подкармливать не все сорта выборочно, те, которые не растут. Ну все, вот это краткий обзор тех сортов, которые я высадила рано, которые у меня в открытом грунте. Сейчас я высаживаю в открытый грунт, сейчас немножечко пройду. Ну тоже рассада всякая разная, сейчас покажу. Потому что сроки уже, видите, приходится высаживать прямо с завязью и большие переросшие всякие. Потому что время уже подошло давно ее высадить, а высадить было все никак невозможно. Ну вот высаживаем нынче рассаду всякую, посмотрим, что будет, выровняется она или нет. Все.